Этот мужчина решил использовать гены мутантов с другой планеты, чтобы стать самым сильным во вселенной. Что из этого вышло, сейчас выясним. Эта история начинается в шахтерской колонии. Здесь содержат множество политических заключенных. Дело в том, что недавно прошла гражданская война, в которой победил генерал Лэнг. Его противником был генерал Хэтч, и все, кто его поддерживал, отправили в тюрьмы. В том числе мужчину по имени Кай Кортленд. Всем узникам закрыли рты, чтобы они не могли общаться между собой. Тюремщики ведут нового пленного с мешком на голове и заставляют его встать на колени. Один из узников начинает бунт. Он вступает в яростную драку с охранником и побеждает его. Но после этого попадает в дробильную установку. Однако его поступок вдохновляет других узников, и они тоже яростно бросаются на своих тюремщиков. Увы, у каждого из них на ноге есть цепь, и в любой момент их может затянуть в дробильную установку. Кортленд пытается выключить адскую машину, однако его самого тянет в эту установку. Чтобы спастись, он вынужден лишить себя ноги. Из последних сил он ковыляет к пункту управления и вырубает дробильную машину. Благодаря этому он спасает всех узников от неминуемой гибели. Кортленд выживает. Ему делают кибернетический протез. Генерал Хэтч нанимает его для участия в восстании против генерала Лэнга. Хэтч объясняет Кортленду, что его отец сыграл важную роль в этом восстании, однако попал в плен. Его казнят через несколько месяцев в годовщину победы Лэнга. Генерал знает, что Кортленд опытный пилот и хочет, чтобы он угнал небольшой космический корабль, собрал все нужные данные и помог ему освободить отца. Кортленд выходит из анабиоза на борту космического корабля под названием «Острие стрелы». Он находит панель управления и взламывает все базы данных, копируя для Хэтча всю информацию. Кортленд замечает, что его действия снижают уровень защиты корабля, однако генерал уверяет его, что он в полной безопасности. Из-за электромагнитных помех Кортленду не удается отправить данные Хэтчу. К тому же снятие защиты приводит к повреждению корабля и катапультации всех спасательных капсул. Кортленд находит ангар, в котором расположены шаттлы, и катапультируется на одном из них. Он совершает посадку в какой-то пустыне, недалеко от спасательных капсул, выходит наружу, но тут же возвращается назад, так как здешним воздухом очень тяжело дышать. Искусственный интеллект космического корабля по имени Риф предупреждает Кортленда о токсичной атмосфере, однако он отказывается предоставлять еще какие-то данные, пока тот не войдет в систему. Кортленд хватает маску с кислородом и отправляется искать спасательные капсулы с выжившими членами экипажа. Он находит чье-то тело, а рядом с ним капсулу, в которой есть живой человек. Это девушка. Кортленд одевает ей свою кислородную маску, хватает ее на руки и тащит к своему шаттлу. Девушка приходит в себя и называет свое имя Террен Холлис. Она была биологом на этом корабле. Девушка использует свои биометрические данные для входа в систему. Они узнают, что попали на Луну. Холлис находит исследовательский зонд, который они отправили сюда 4 часа назад. Он выглядит так, словно ему уже 50 лет. Вскоре Кортленд замечает, что они здесь не одни. На Луне явно есть еще кто-то живой. Кортленд и Холлис продолжают свой путь. Девушка уверена, что корабль потерпел крушение из-за атаки генерала Хэтча и подозревает, что Кортленд работает на него. Мужчина возвращается на шаттл и хочет улететь, однако искусственный интеллект заявляет, что у него нет таких полномочий. Там же Кортленд узнает, что когда генерала Хэтча поймали, он признался во всех своих преступлениях. Кортленд понимает, что он не сможет улететь один и возвращается к Холлис. Девушка просит его переодеться, ведь в таком виде его моментально казнят, как особо опасного преступника. Увы, наши герои не успевают улететь вместе с другими выжившими. Спасательные капсулы вот-вот поднимутся в воздух. На Кортленда кто-то нападает. Холлис пытается его спасти, но какой-то монстр утаскивает его с собой. Девушка видит, как улетают все капсулы и возвращается на шаттл. Вскоре там заканчивается кислород. Холлис одевает скафандр и направляется на разведку. Она находит большой сияющий обелиск. Возле него лежит Кортленд. Он без сознания, однако жив. Холлис возвращает его на шаттл и узнает, что лунная атмосфера больше не представляет для него угрозы. Мужчина приходит в себя. Его руки дрожат, однако он себя отлично чувствует. Холлис говорит Кортленду, что его не было четыре дня. Им нужно улететь отсюда. Но запустить шаттл может только начальник службы безопасности Норман Олеандр. Проблема в том, что Кортленд ранее видел его тело. Наши герои отправляются на поиски Олеандра и возвращают его к жизни с помощью того самого сияющего обелиска. Кортленд сканирует его сетчатку, чтобы получить доступ к панели управления шаттлом. Он хочет улететь без Олеандра, однако Холлис требует забрать его с собой. Это проблематично, потому что из-за всего пережитого у Олеандра появились серьезные проблемы с психикой. Он кричит и плачет, проклинает Хэтча и говорит о каком-то сердце, которое нужно уничтожить, а потом начинает стрелять. Пули попадают в Холлис. Кортленду приходится избавиться от психопата. Наш герой тоже ранен, поэтому вскоре теряет сознание. Спустя какое-то время Кортленд оживает. Он видит на песке только один скелет. Мужчина возвращается на шаттл и узнает, что двигатель на шаттле сгорел. Оказывается, он лежал без сознания 34 дня. Кортленд отправляется на разведку. Он очень скучает по Холлис, однако не может ее найти. С помощью искусственного интеллекта он пытается отремонтировать шаттл и улететь с Луны, чтобы спасти своего отца. Он понимает, что уже дважды умирал, и оба раза его возвращала к жизни некая высшая сила. Это похоже на какой-то симбиоз. Среди ночи Кортленд начинает превращаться в странное насекомообразное существо. Он выходит из шаттла, встречает на своем пути какого-то монстра и убегает от него, однако и сам превращается в мутанта. Кортленд приходит в себя спустя какое-то время. Похоже, во время сильной боли или страха он может превращаться в монстра. Он берет в руки топор, потом бросает его и в приступе ярости бьет кулаками по шаттлу. Из-за этой трансформации мужчина пропустил день, в который должны были казнить его отца, и он не сумел его спасти. Кортленд теряет всякую надежду и проводит следующие три года на Луне. Он общается с Рифом, учится управлять своей трансформацией и выживать в таких суровых условиях. Удивительно, но в небе все еще виднеются следы от спасательных капсул. Кортленд привыкает к такой жизни и даже находит причины для радости, однако все еще очень скучает по Холлис. Однажды на шаттл нападает насекомообразный монстр и ворует его пропуск. Риф сообщает, что Алеандра снова вернули к жизни. Теперь у них обоих одинаковое симбиотическое состояние. Разница в том, что Кортленд иногда превращается в монстра, а Алеандр постоянно находится в таком виде. Тогда Кортленд мастерит ловушку для Алеандра. Когда монстр появляется, он уничтожает его и при этом сам перерождается. Искусственный интеллект сообщает, что Холлис выжила и, вероятно, покинула Луну. Также он напоминает нашему герою, что Алеандр говорил о каком-то сердце, которое необходимо уничтожить. Кортленд в шоке от таких новостей. Он собирает детали шаттла и модернизирует Рифа, делая его более мобильным. Мужчина отправляется в экспедицию, чтобы узнать хоть что-нибудь о судьбе Холлис. Он исследует глубокую пещеру, однако там на него нападает очередной монстр и даже кусает его. Кортленд хватает топор и отбивается от чудища. Из пещеры раздается очень громкий звук. Мужчина двигается дальше и находит два первоначальных тела Алеандра, а также свое собственное тело. Все они слились в единый организм, соединенный с Луной. Кортленд, наконец, окончательно уничтожает Алеандра и пытается сделать то же самое из собой, но ему это не удается. Наш герой находит место, в котором исчезла Холлис и видит следы от спасательной капсулы. Она действительно выжила. В этот момент на Луну падают новые спасательные капсулы. Увы, скорость их полета слишком быстрая и никто не выживает. Кортленд понимает, что это те самые капсулы, которые были на космическом корабле «Острие стрелы». Похоже, их сбили. Риф нарушает свой протокол и незаконно предоставляет Кортленду доступ к конфиденциальной информации. Он сообщает, что Луна была объектом эксперимента по замедлению времени. Генералы Хэтч и Лэнг хотят использовать ее во время предстоящей войны друг с другом. Хэтч приземляется на Луну и сообщает Кортленду, что прошло всего 20 минут с момента крушения космического корабля. Это он уничтожил все космические капсулы и использовал Кортленда словно подопытного кролика. Хэтч вырубает нашего героя. Кортленд приходит в себя на борту своего шаттла. Он связан металлическими цепями. Хэтч заявляет, что нашел капсулу Холлис и взял девушку в заложницы. Генерал требует нашего героя отдать ему все данные, которые тот скопировал с космического корабля. Однако Кортленд отказывается это делать. Тогда Хэтч угрожает ему избавиться от Холлис. Кортленд признается, что вся информация находится в исследовательском зонде. Хэтч находит этот зонд и активирует гранату, которую ранее сам установил в протез Кортленда. Однако после перерождения, наш герой избавился от протеза, нашел эту гранату и прицепил ее к зонду. Раздается взрыв. Кортленд трансформируется в насекомообразного мутанта, освобождается и расправляется с помощником Хэтча. Он вырывается наружу и ломает рифа. Холлис пытается успокоить Кортленда и просит его снова превратиться в человека. Нашему герою это удается. Появляется Хэтч. Оказывается генерал выжил после взрыва. Он хватает оружия и хочет избавиться от Кортленда. Хэтч еще не знает, что этот мужчина может перерождаться. Кортленд без особого труда расправляется со своим генералом. Вместе с Холлис они ремонтируют рифа и планируют покинуть Луну. Им предстоит освободить не только отца Кортленда, но и других пленников. У них все обязательно получится, ведь в запасе осталось еще много времени.